Здравствуйте! С хроникой городских происшествий в эфир выходит программа «Сканер» в студии Максим Ивановский и сегодня в выпуске. Синим пламенем горел автомобиль в микрорайоне. Пожар произошел во дворе Павасиленко. Предположительно, это был поджог. Уже 37 килограммов марихуаны. Таков улов наркополицейских в первые дни нового года. В 2016-м уже зарегистрировано 31 наркопреступление. Новые технологии не перестают удивлять амурчан. Водители снимают на видео деформированный участок дороги, отремонтированный в зиму. Дорожники говорят, это не дефект. Во дворе дома Павасиленко сгорел автомобиль. Пожар начался в 11-м часу вечера. Сообщение поступило пожарным в 22.44. На место выехали 7 человек экипажа пожарно-спасательной части номер 2. К моменту приезда огнеборцев иномарка горела открытым пламенем. В течение двух минут пожар локализовали. Еще через две минуты полностью ликвидировали. Выгорели моторный отсек из салона автомобиля. Предположительной причиной пожара стал поджог. Виновник случившегося устанавливается. В первые дни нового года амурские наркополицейские изъяли 37 килограммов марихуаны. Сотрудники амурского наркоконтроля выявили 31 наркопреступление, в том числе 26 тяжких и особо тяжких. 21 преступление связано со сбытом. На территории области зарегистрировано 5 фактов значительных изъятий наркотиков. К примеру, у жителя Райчихинска более 9 килограммов. 25-летний мужчина со стажем в 5 лет три мешка заготовил для личного потребления. И в момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. Изъяли у него не только траву, но и оборудование для изготовления гашишного масла. Остался молодой человек с уголовным делом, возбужденным по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Также крупные партии изъяли в Тамбовском районе. 22 килограмма у жителя Новоалександровки и почти 4 у товарища из Толстовки. В обоих случаях по факту хранения наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела. Наркозаготовителям грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Амурского управления ФСКН. Благовещенец получил условный срок за попытку провести из Хэйхэ наркотик в прямой кишке. На такие ущищрения парень 94 года рождения пошел ради метамфетамина. Признался потом, что добро вез для личного потребления. Всего 1,49 грамма. Задержали товарища на Благовещенской таможне. Парень в судебном заседании полностью признал свою вину. В итоге его приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно. Госавтоинспекторы подвели итоги очередного этапа профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Он проходил на территории Благовещенской района с 14 декабря прошлого года по 11 января этого. За это время на дорогах произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 7 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Двое из них были пешеходами, пятеро пассажирами транспортных средств. Всего с начала мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники ДПС выявили более 11 тысяч нарушений правил дорожного движения. Из них 340 водителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних и 251 маленький пешеход нарушил правила дорожного движения. Ну а минувшие сутки принесли 339 нарушений правил дорожного движения. Это по Благовещенскому и Благовещенскому району. Госавтоинспекторы задержали четверых пьяных водителей. 19 протоколов составили нагонщиков. Ну а 48 рулевых получили штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Что же касается ДТП, то на дорогах произошло 26 аварий. О некоторых из них расскажем подробнее. Жесткое ДТП в центре Благовещенска. На перекрестке Ленина-Мухина столкнулись две иномарки. После удара обе вылетели с проезжей части и снесли леерное ограждение. События развивались следующим образом. Toyota Prada двигалась по главной улице города со стороны Двоку в сторону Комсомольской, а Prius подъезжал к перекрестку Памухина со стороны Зейской. Как так вышло, придется, судя по всему, выяснять в суде, так как оба водителя утверждают, что выезжали на перекресток на зеленый сигнал светофора. Оба автомобиля получили серьезные повреждения и покинуть место ДТП своим ходом не смогли. Помощь потребовалась и водителю Prius, но после осмотра от госпитализации мужчина отказался. На загородной студенческой не смогли разъехаться две иномарки. Оба авто, Mazda Demio и Honda CR-V, катились по загородной и оба рулевых на перекрестке решили повернуть на студенческую направо. Mazda пошла с крайней правой полосы, Honda с левой. Правилами это не запрещено на этом участке и все бы ничего, но кто-то из водителей не выдержал боковой интервал и машины столкнулись. Оба шофера настаивают на своей правоте. И еще одна спорная ситуация. На этот раз на пересечении Богдана Хмельницкого и Красноармейской. Там встретились две Тойоты. Карина катилась по Красноармейской от Калинина, Надя по Богдану Хмельницкого от Горького. Оба водителя утверждают, что перекресток пересекали на зеленый. Очевидно, спор придется разрешить в суде. Повреждения несерьезные, но все равно неприятно. Выехать со стоянки без последствий не смогли грузовик и легковушка. Произошло это рядом с 15-м домом по студенческой. Там встретились в недобрый час большегруз Хова и Ниссан Альмера. Оба рулевых пытались покинуть стоянку. А почему столкнулись, еще предстоит выяснить. Каждый говорит, что выезжал первым, а второй его потеснил. В общем, понятно одно, на выезде они столкнулись. У грузовика, естественно, не следа, а вот таксомотор поцарапал левый борт. На завершении программы по традиции вам напомню о том, что у нашей программы есть WhatsApp. И, конечно же, если вы становитесь свидетелем каких-либо происшествий, также вы можете звонить на телефон 50 12 12. Ну а на сегодня это все. Помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Сканер. Альфа ТВ. Ру.